Итак, видите, очень важно понять, что всё начинается с сердца. То есть мы с вами вчера об этом много говорили, и когда люди приходили ко мне на консультации, они постоянно мне задавали на одни и те же тем вопросы. Почему вот у меня мы жили в жили в раз, у меня парень раз и ушёл муж просто так. Но понимаете, если в сердце есть отношения к человеку, он не может уйти. Если человек уходит, значит нет, между вашими сердцами ничего не было. А что он мне начал изменять? Но если между вами есть совесть, то есть сердечное отношение, тогда он не может просто так начать изменять. Понимаете, потому что его совесть не даст. Но вот как это объяснить, я не знаю. Вот у меня нет страха, что жена пойдёт изменять. А если даже вдруг, и всякая как бы в жизни, ладно, там бывает, вдруг это произойдёт, ну как бы в какой-то фантастическом сне, то опять же я могу просто сесть рядом с ней, поговорить и понять, что происходит с её сердцем. У меня нет проблем, потому что у меня близкие отношения означают очень глубокие. Понимаете, да, о чём я говорю или нет? Но если человек в сердце не доверяет другому человеку, с ним что-то происходит неладно, он сразу, аааа, всё, я тебя покоцаю там, ты пошёл вон, гад там и так далее. Понимаете, это значит, что ничего и не было между ними, они друг другу никогда не верили. Итак, мы говорим с вами о верности, о том, что есть три стадии любви. Первая стадия любви — это когда ты служишь человеку, ты пересилил себе желание наслаждаться им, и больше у тебя силы служить. Внимательно слушайте, как это выражается в жизни и в поведении. Это всегда отражается на чувстве собственного достоинства. Если человек хочет наслаждаться кем-то, то у него чувство собственного достоинства в отношениях с этим человеком начинает таять, теряет силу. Другими словами, когда человек впадает в зависимость от того, что он хочет наслаждаться кем-то, он зависит от этого человека. Например, мама, когда она хочет наслаждаться ребёнком и не воспитывать его, она в это время начинает чувствовать зависимость от него. И это значит или баловать его, или жестоко наказывать. Она балует до последнего, потом злится. Это означает, что ее чувство собственного достоинства с ребенком работает неправильно. То же самое с мужем. Если женщина хочет наслаждаться мужчиной, то она или униженной перед ним становится, или капризной. Одно из двух. Понимаете, и то, и другое мужчине не нравится. Если женщина унижена, он перестает ее любить. Если женщина капризная, он тоже перестает ее любить. Другими словами, когда человек хочет наслаждаться близким человеком, он всегда разрушает свою жизнь. Единственный способ правильного отношения строить, это понять, что такое любовь. Любовь означает служить человеку и взращивать правильное чувство собственного достоинства. Например, если я просто бескорыстно заботюсь о человеке, и он обнаглел, то что у меня в сердце возникает? Обида возникает? Нет. Если чувство собственного достоинства правильно работает, допустим, я вам искренне служу во время лекции. Вы, допустим, раз мне не верите, как я буду себя вести? Я скажу, да, как считать нужным, можете верить, можете нет. Почему? Потому что я только служу, я ничего не ждал от вас. Но если я хочу, чтобы вы мне верили, тогда это совсем другое дело. Это не служение уже называется, а зависимость. И в этом случае я читаю лекцию, и вы, допустим, мне возражать начинаете. Я скажу, что в чем дело? Почему я так начинаю себя вести? Потому что я ждал, что вы поверите мне. А это ожидание означает корысть. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если я просто заботюсь о человеке, он решил обнаглеть. Но ради Бога я могу меньше заботиться. Когда человек служит, у него чувство собственного достоинства делать сильную позицию в отношении. Он становится сильным в отношении. И у него появляется право воспитывать близкого человека. Но если он служить не хочет, а хочет наслаждаться больше, тогда у него нет никаких прав в этих отношениях. Он в них всегда только унижен, и все. Понимаете? И в конце концов, первая стадия победы семейной кармы, первая стадия любви означает, что ты принимаешь все недостатки человека, потому что ты видишь больше его достоинств. Чем больше ты служишь близкому человеку, бескорыстно ведешь себя с ним, тем больше ты видишь в нем чистоты. И когда ты чистоту человека, хорошие качества начал видеть, у тебя в сердце появляется стабильность. Ты чувствуешь, что нормально с этим человеком можно жить. И это означает, что ты принимаешь его в свою жизнь. Это первая стадия в любви и отношении. Ты домой идешь, чувствуешь, что я нормально, я хочу идти домой, потому что там нет драки, руганий, конфронтации, сухости, злобы. Есть, конечно, трудности, но мы все переживем, это не проблема. Потому что мы принимаем друг друга в своей жизни. У нас есть принятие. Вторая стадия любви означает уважение. Вот что такое уважение к женщине? Когда мужчина видит качество женские в ней, чистоту, видит женскую энергию, тогда он как начинает в себе вести? Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною прежним. Как раньше ты себя вел, когда мы знакомились, так теперь себя веди. Это означает, что мужчина видит чистоту женщины, и он, согласно этой чистоте, ее ведет себя с ней очень по-доброму, ласково, аккуратно. А женщина, она, что значит уважение к мужчине? Она увидела в нем мужские качества возвышенные, и она считает его очень хорошим человеком, уважаемым. Она не собирается уступать кому-то в этом отношении. Если ей начинают сплетничать на мужа, она говорит, нет, нет, у меня совсем другой человек, вы его не знаете, это все поверхностно, он у меня очень хороший такой, серьезный, он может преодолеть любые препятствия, трудности. То есть она начинает уважительно к нему относиться и взращивает в нем мужскую силу таким образом. То есть мужчина в женщине взращивает ее вот нежность, и она тогда говорит, я всегда счастливой и красивой буду. Она так говорит. Почему? Потому что она чувствует, что он подпитывает ей в эту силу. Ей легко такой быть рядом с этим человеком. А мужчина говорит, а я всегда рядом с тобой буду героическим, и всегда готов тебя защищать, могу из огня вынести там. Вот ты что еще не заснула-то, летаешь. Ну то есть он таким образом как бы, они друг в друге взращивают силу. Это называется уважение. Это вторая стадия любви, когда люди развиваются, их семья развивается, она становится сильной, она меняет свой статус в обществе. Сильный мужчина, естественно, нужен в обществе, его делают ответственным человеком. Сильная женщина нужна в обществе, у ней много подружек, она счастлива в отношениях, потому что она не только внутри семьи, она свою любовь, весь мир хочет подарить, своей любовью в мир весь одарить хочет. Это вторая стадия. А третья стадия любви, она обладает огромной силой. Это вообще беспрецедентная вещь, очень трудно описать ее словами, это только в песнях можно слушать. Понимаете, это когда люди верны друг другу, верность, имеется в виду, бывает верность как аскеза. То есть мы просто верны другими словами, не изменяем друг другу, да? Но иногда хочется. Верность как аскеза, она всегда должна быть. Но верность как стадия любви, это уникальное чувство, в котором люди даже не понимают, о чем речь, когда им говорят насчет измены. Они чувствуют такие глубокие чувства друг к другу, что у них вот это какие-то сексуальные отношения, они вообще для них как бы не играют вот этой большой роли. Понимаете? То есть верность создает такую уникальную ситуацию в отношениях, что люди чувствуют в отношениях силу, глубину, могущество, огромное счастье. Это признак развитых отношений. Такие отношения за пять лет совместной жизни не возникают. «Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Понимаете, душевный разговор означает очень глубокие чувства. Невозможно это просто словами описать. Но кое-что я могу вам еще показать. Верность — это особая сила. Если люди достигли этой третьей стадии любви, то они тогда защищаются от всех несгод. Их семья становится такой могущественной, что никакая беда не может коснуться эти отношения. Это же отношение, откуда он это знает, что с ним ничего не случится. Это факт, стопроцентный. Это не иллюзия. Человека даже наметиться невозможно в такого. Понимаете, потому что, чтобы убить человека, нужно основание. Понимаете, то есть если человек имеет сильную позицию в жизни, вот эти отношения любви, то он защищен от смерти. Потому что смерть приходит к тому, кто не сдает экзамены. А он себе свои экзамены сдал. И так надо понять, что жизнь человека протекает в сердце. Если вы подходите, говорите мне, Олег Геннадьевич, почему у меня не клеится отношение с близким человеком? Потому что вы никогда в свое сердце не заглядывали. Помолитесь святому человеку, посидите рядом с иконой часик, послушайте голос святого человека, молитесь, как он, попытайтесь свое сердце очистить. И вы поймете, почему у вас с ним не строятся отношения. Это же легко очень понять. В сердце все есть, все это знание. Но если вы не знаете, что с вами происходит в жизни, вы запутались, значит, вы никогда в сердце не заглядывали, мои хорошие. И говорить о верности тоже нет смысла, потому что верность, она в сердце и создается. Сначала человек в своем сердце переваривает недостатки близкого человека, потом начинает видеть его достоинство, то есть вторая стадия уважения. А потом у него с ним устанавливается очень глубокая связь, душевный разговор. И тогда уже никто эту семью не сможет разрушить извне. Только смерть может... Даже смерть не разлучает, кстати, таких людей, потому что верность означает, что они и в следующей жизни будут вместе. А даже когда один из них уходит из жизни, они чувствуют связь. Поднимите руку, кто так чувствует. Видите, вот такие есть люди, пожалуйста, есть опыт. Итак, в современном культуре, в современном обществе люди очень поверхностно воспринимают ценность семейной жизни. Допустим, я сейчас должен ехать в Болгарию, и мне организатор написал письмо, он говорит, что у нас мало кто интересуется семейной жизнью здесь, в Болгарии. Давайте поговорим о чем-то другом. Понимаете, то есть есть страны, в которых уже люди не интересуются семейной жизнью. Почему? Потому что они не понимают ценности этого всего. У них нет идеи, зачем нужна вообще семья. Понимаете? Это признак деградации культуры. Это означает необразованность просто людей. Люди не понимают, в чем ценность человеческой жизни. Нужны сердечные, глубокие отношения. Они развиваются в семье. А у нас большинство, 50% людей вообще одиноки, знаете, по статистике в России. И больше даже женщин одиноких, чем мужчин. Хотя именно женщины должны жить в семье. Почему так происходит? А потому что мы не понимаем, с одной стороны, зачем нужна семья и ее ценности. Мы легко разрушаем отношения. Мне этот человек не понравился. А может, я себе лучше найду? Вот я еще молодая, что я буду с ним мучиться? Так в этом мире нет людей, с которыми бы ты вообще не мучилась. Это невозможно. Потому что все люди на этой земле, они мучают друг друга. Они все сотканы из одних только недостатков. И если кто-то думает, что здесь есть такие, которые не будут тебя мучить, это просто утопия. Это иллюзия так думать. Потому что у каждого человека есть недостатки в сердце. Любая женщина, она имеет женские недостатки. Любой мужчина мужские. И думать, что близкий человек не будет тебя мучить, это иллюзия. Обязательно будут трудности в отношениях. И надо это принять так же, как семья означает труд души. Вышла замуж, трудись сердцем. Прощай, проси прощения, привыкай к человеку. Пытайся молитвой сделать так, чтобы он понял, если он чего-то недопонимает. И сама тоже пытайся понять того, чего он требует от тебя. И тогда будет развитие. Люди развиваются в страданиях всегда. Вчера случайно посмотрел, открыл в интернете этот мультфильм «Возвращение блудного попугая» детский. Там тоже отношения были. Там был мальчик, который любил свою попугая. Но попугай обнаглел, постоянно телевизор крутил. И взял, психанул и улетел из дома. Но в результате что произошло? В результате он вернулся и стал хорошим. Потому что получил воспитание, понимаете? То есть разлука нужна для осознания. И поэтому люди не просто не понимают, что в семейной жизни удаление, приближение друг к другу. Это полная необходимость. Не надо... У нас как же живут? Мы всегда вместе мучаем друг друга до последнего. Если уже мучить друг друга не можем, расходимся, как в море корабли. Это означает неправильный стиль вообще, понимание вещей неправильное. Надо наоборот. Вот если вы чувствуете, что сейчас напряженка пошла в отношениях, ну чуть-чуть отдалитесь друг от друга, означает все обязанности выполняете, но не стройте близких отношений. Просто из сердца желайте человеку счастья, пока не очистится карма. Как карма действует? Она загрязняет сердца, и люди пытаются с грязными сердцами строить чистые отношения. Результат какой? Всегда ругань. А надо как делать? Судьба сердца загрязнила? Отдалитесь друг от друга, желайте счастья, пока сердце не очистится, а потом стройте отношения ближе. Это может несколько месяцев даже занять. И можно договариваться между собой, если мы сейчас чувствуем, что нам тяжело, давай тогда немножечко на дистанции, но при этом мы счастья друг другу в сердце желаем. Понимаете, если люди так себя ведут, они никогда не ругаются, у них нет проблем в жизни. А вот такого, чтобы никогда не было трудностей в отношениях, такого просто в принципе не бывает. Нужно просто уметь приближаться друг к другу и удаляться в зависимости от ситуации. Не надо создавать хаос в отношениях. Не всегда бывает так, что между вами будет переваримая ситуация. Если она не переваримая, тогда чуть подальше. Но люди не могут отдаляться друг от друга, потому что они хотят наслаждаться друг другом любой ценой. Пускай даже нам плохо, мы будем визжать, все равно будем вместе. Морозок с женой шли, поссорились, в святом месте идем вместе такие, поссорились. Я как бы мысленно ее прощаю, пытаемся помилиться в сердце, идем. И там такое большое поле, цветы везде растут, трава такая красивая. И ганга течет, это было в святом месте в Индии, ганга течет, святая река. Мы на гангу умовение шли совершать. И по дороге мы увидели двух мангустов, это такие красивые, длинные такие животные, похожие на крыс, но очень длинные и черные такие, длинные хвосты у них, вот такие большие, длинное тело, и такие они симпатичные очень. И они, самка и самец, вот так никого нет вокруг поля, и они друг за другом бегают вот так вот кругом, и фыркают друг на друга. Вот так вот, и бегают, тоже поругались. Я показываю ей, говорю, смотри, вот вокруг огромное поле, они могли бы как бы бегать по всему полю, а они бегают друг за другом, хотя место, где бегать есть. Почему так, говорю? И мы поняли, что это неправильный способ поведения. Если вы злитесь, тогда не надо друг за другом бегать, у вас целое поле, можете бегать и одуванчики смотреть. Вот, не надо мучить друг друга в это время. Это просто, ну, желание вот это излишнее, доказать друг другу что-то, это признак глупости просто. Надо успокоиться, отдалиться, пожелать счастья, очистить отношения, и потом дальше любить друг друга. Приведу еще пример один. Разок у нас был с женой такой серьезный разлад внутренний, у нас были разные взгляды на ситуацию, и мы решили прийти к старшему за советом. Мы пришли к одному возвышенному человеку, он тоже женатый, является нашим наставником, и как бы мы пришли к нему в гости, он был так рад, он говорит, заходите, пожалуйста, я так рад вас видеть, у меня супруга уже приготовила освященную пищу покушать, сейчас мы будем с вами за стол садиться кушать. Ну, то есть он знал, что мы пришли с какой-то проблемой, но даже не стал вообще об этом говорить. И у нас-то была другая цель не покушать, у нас был вопрос, который мы должны как бы подтверждение услышать. И каждый из нас начал высказывать свою точку зрения, мы говорили ему, он слушал, улыбался, кивал нам, ну, то есть выслушал нас обоих с любовью, ласково, в сердце с такой добротой к нам обоим выслушал. И когда я говорил свою точку зрения, то я думал, вот она самая правильная, и сейчас, когда он будет слушать жену, он поймет, что у нее неправильная точка зрения. Потом, когда я увидел, что он ее слушает, тоже так же улыбается, кивает, как бы соглашается всем, подумал, так, что-то здесь не то, может, я в чем-то ошибаюсь. Но другими словами, ситуация развивалась очень интересно для меня, это был уникальный опыт для меня в жизни вообще. Ну, то есть он просто нас обоих выслушал, вот так покивал нам очень, как бы, внимательно и абсолютно согласен с нашей точкой зрения был, каждого из нас. И потом, ничего не сказав, вообще ни одного слова, просто сказал, а теперь пойдемте кушать за стол. Я был в шоке. Я думал, что сейчас что-то кто-то скажет, но он ничего не сказал нам, мы поели у него, потом поговорили вообще о жизни и так далее. И когда мы пошли домой, у нас не было никаких противоречий с женой, мы уже все в сердце решили. Каждый из нас уступил друг другу место, понимаете, и все. То есть сейчас ситуация решилась полностью. Потому что нам просто не хватало энергии любви и мудрости старшего. А он нам эту энергию любви подарил со своей женой. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что когда этой энергии любви хватает, все вопросы решаются сами. Не нужно там выяснять, психологов каких-то нанимать, понимаете. То есть достаточно просто энергии любви, энергии души, достаточно, чтобы человеку просто согласиться с точки зрения близкого человека. Даже если ты считаешь, что она неправильная, ничего страшного, и любовь между людьми важнее. Потому что есть три стадии отношений. Первая стадия называется безразличие к человеку. Это означает, что ты ему никогда в жизни не служил. Как мне одна девушка здесь говорит, Олег Геннадьевич, я что-то вот человека не люблю, уже пора замуж за него выходить, я ничего к нему не чувствую. Я ей говорю, а потому что вы никогда ему и не служили в жизни? Да, точно. Всегда он к вам проявлял интерес, заботу, внимание. Он говорит, а что, нужно молодому человеку служить, когда ты с ним знакомишься? А как ты у него узнаешь хорошие качества? Ты хотя бы просто один раз пирожков напеки, накорми его, чтобы его хорошие качества узнать. Нужно что-то доброе для человека сделать. Некоторые девушки думают, это он для меня должен доброе сейчас сделать, цветочки мне носить, а я буду мордочкой крутить. Так если ты мордочкой будешь крутить, тогда ты ничего о нём не узнаешь вообще, об этом человеке. Надо же как-то тоже заботиться, учиться о нём, посмотреть, что за личность. Люди часто, знаете, знакомятся как? Они ходят, обнимают друг друга, трогают, думают, так, кайф есть или нет, так, ага, нормально, вроде есть, посмотрим, что дальше будет. Ходят, обнимают друг друга и думают, что это и есть вот совместимость. Надо, наоборот, не обнимать друг друга, а просто общаться и служить друг другу и посмотреть качество характера человека. Какие у него взгляды на жизнь, какая вера, какие цели, чего он в жизни хочет. Надо всё это изучать, общаться с человеком, ходить, гулять, общаться. Обниматься можно потом начать. Это никогда не поздно сделать. Часто люди в постель попадают друг к другу, а потом думают, так, мне понравился человек или нет. Это уже поздно думать, потому что ты с ним уже связан. У тебя связи очень просочные с этим человеком остались, ты интимные отношения уже с ним строишь. А о чём сейчас думать? Даже если так в вашей жизни получилось, ничего страшного, можно потом начать отношения строить. Но тогда уже не пеняйте, то есть пеняйте только на себя в этом случае означает, что вот как получилось, так получилось. Теперь надо просто эти отношения создать с тем человеком, который есть. И это хорошо. Это хорошо. Со всем, с любым человеком можно создать отношения. Если Бог вас соединил, значит так надо. А мне вот эти сладости, кстати, можно раздать сегодня или нет? Или я должен сам съесть? Можно, да? Вот молодец. Это я вас испытывал. Значит, вы щедрая. Видите, я сейчас узнал её характер. Она мне послужила, узнала мой характер, а я послужил ей, узнал её. Обратил внимание на её сладость, посмотрел ей в сердце. Видел, что в сердце она добрый человек, и от сердца делала сладости. Без служения невозможно быть счастливым в отношениях. Невозможно понять человека, узнать его при знакомстве. Понимаете? Знакомство не означает побалдеть друг с другом и почувствовать кайф. Знакомство означает общаться с человеком до тех пор, пока не поймёшь, что у тебя с ним одинаковое направление в жизни. Итак, есть три типа знакомства. Первый тип знакомства в постель улетели, потом познакомились. Это называется знакомство в невежестве. Знакомство в страсти означает сначала понаслаждались друг другом, потом женились, и потом только узнали друг друга. Знакомство в благости означает сначала узнали друг друга, потом поженились, а потом понаслаждались. Чувствуете, какая разница принципиальная во всех этих отношениях? И почему женщины прыгают в постель? Женщины, которые сразу прыгают в постель, просто от одиночества. Это значит, что они никогда Богу не молились. У них нет в жизни счастья, у них есть сильная разлука, а не хочется, чтобы кто-то хотя бы был, и поэтому они идут на поводу даже у женатых мужиков или просто у тех, кто хотят именно наслаждаться их телом, и просто попадают сразу в постель. Означает сильная неудовлетворенность жизни такой женщины, неспособность работать над собой, полная несчастная ситуация судьбы, нет знания, как жить правильно совсем. Это невежественный путь жизни. Дальше страстный путь жизни. Мать-одноночка, да? Не одиночка, а одноночка. Вот. То есть, дальше страстный путь жизни означает, люди не имеют представления о том, как создавать семью. Они думают, что главное, это просто испытывать кайф друг от друга. И вот эта мечта, допустим, ой, мне так хочется такого человека, чтобы было хорошо с ним было всегда. Понимаете, это страстная мечта. Благостная мечта означает желать себе человека, который имеет правильный принцип взгляда на жизнь. А ощущение кайфа от него стоит на втором месте уже, может быть, и не надо этого. Оно потом придет со временем, когда человека лучше узнаешь. Потому что, когда человек узнает у человека чистоту его, наслаждение чисто половое тоже потом приходит в жизнь само собой. И с другой стороны, наоборот, если человек проявился как тот, который тебе не нравится в конечном счете, то, что кайф, который ты от него испытывал, он заканчивается на этот момент. Понимаете? То есть, черты характера разрушают интимную близость, если ты не принимаешь их у человека. Другими словами, девушки и мужчины в страсти, они знакомятся с желанием наслаждаться друг другом. И потом просто залетают в семейную жизнь. Поэтому чаще всего у них сначала гражданский брак, как они говорят. Надо ведь слово хорошее найти, да? Для плохого слова. Для плохого поступка. Например, животных мы не убиваем, а что мы с ними делаем? Усыпляем. Усыпляем. Мы их спать укладываем. На всю жизнь. Навсегда. Также гражданский брак. Прямо можно орден прямо повесить. Гражданский такое слово. Гражданский брак. Супер. Нашли хорошее слово. Раньше просто называли сожительство. Когда говорят сожительство, как-то не хочется. У нас гражданский брак. Нужно покрасивее слово найти. Но если честно говорить, что это называется сожительство. Сожительство. Означает. Живем. Непонятно, зачем вместе. Но на самом деле следует знать, что Бог создает семью, и поэтому нет никакого гражданского брака. А просто Бог соединил людей, а они еще не готовы создавать семейную жизнь себе. Они не могут принять человека, переварить его судьбу, не могут служить ему. А они просто хотят от него балдеть. И все. Это означает, человек не готов к семейной жизни. Но Бог соединил, потому что пришло время уже соединять. А дети, какие у них потом рождаются, тоже гражданские или какие? Или родные? Вот это вот я не могу понять. Как так может быть, чтобы у гражданских супругов были родные дети? Неужели вы думаете, что если у вас с ребенком связь глубокая, и с вашим близким человеком, с ребенком связь глубокая, а между вами связь слабая, то ребенок будет счастлив от этого? Это все равно, что есть одна хорошая половинка крыши, другая половина крыши, а посередине дырка. Дом полноценный? Нет? Конечно, нет. Таким образом, никакого гражданского брака не существует. Есть просто люди, которые не созрели, чтобы создать семью. Не хватает для этого душевных сил. Им надо просто больше в молитве время проводить, и постепенно семья создастся. Я знаю много примеров. Когда люди начали вместе жить, начали правильно жить уже, благость переходить, благостную жизнь, молитва, работа над собой, и, как результат, близкий человек вдохновляется пойти в ЗАГС. А потом, если дальше вы работаете над собой, он вдохновляется пойти в храм еще и обвенчаться. Это уже следующий этап. Что наоборот? У вас венчание было, бракосочетание не было? Ну, надо расписаться на всякий случай. Никогда не поздно сходить туда тоже, отметиться. А? Обряд обязательный? Обряд. Нет ничего в этой жизни обязательно. Понимаете? Некоторые люди вообще просто сексом друг с другом занимаются и расходятся. Потом опять сходятся, опять занимаются и расходятся. Это все зависит от уровня развития личности. Если человек развивается до того, чтобы жить вместе, но не расписываться, это тоже определенный уровень развития. Потом развивается больше, он идет и расписывается. А развивается еще больше, идет и венчается. Понимаете? Это все зависит от того, как ты воспринимаешь жизнь. Здесь нет никаких обязанностей. понимаете высокие отношения могут развиться без венчания но высокие отношения всегда человека направляют в сторону церкви потому что человек со временем начинает понимать что брак должен быть защищен богом потому что он понимает что нет таких сил у нас внутри у обоих чтобы полную гарантию друг другу давать что у нас все будет хорошо а у бога такая гарантия есть когда человек начинает чувствовать силу господа он начинает просто хочет реально этой защиты почему если есть господь я не могу от него получить гарантию в своей личной жизни это он же создал эту семью почему я не хочу как бы закрепить с ним эти отношения и перед ним поклясться да он создал для того чтобы мы сдавали свои экзамены и венчание это один из экзаменов тоже но другими словами есть как бы светлый путь в отношениях а есть обычный путь хотите ли вы более светлых отношений или нет все зависит от того насколько вы глубоко понимаете этот мир эту жизнь искусственно ничего не сделаешь ну допустим вы пойдете обвенчаетесь но вы не понимаете что такое храм что такое вера что такое молитва то венчание станет для вас просто формальностью понимаете а вот хороший вопрос дорасти да конечно до всего надо дорасти то есть надо и до росписи в браке в загсе дорасти и до венчания дорасти даже на совместной жизни дорасти понимаете но проблема заключается в том, что когда вы с женщиной в постель ложитесь, вы не думаете о том, что до этого надо дорасти. Потому что у мужика, понимаете, быстрее, ой, извиняюсь, у мужика очень быстро все растет, кроме разума. И когда все выросло, он начинает этим пользоваться потом активно. Понимаете? Поэтому это неправильный, фраза неправильная, надо дорасти. Иногда человек все делает из чувства долга, особенно идти и расписаться, это надо просто делать из чувства долга. Хочется тебе это делать? Не хочется. Нравится? Не нравится. Если ты с человеком живешь, иди и расписывайся, не надо ни до кого дорастать, потому что есть просто ответственность, обязанность. Допустим, если ты не доросла в понимании, что твоего мужа надо кормить дома, то он поголодает немножко, поголодает и пойдет какой-нибудь другой, чтобы она ему готовила. Доросла ты, не доросла, это твои проблемы уже. Поэтому надо кормить мужа из чувства долга, даже если ты не понимаешь, что его надо кормить, иначе он будет пытаться в другом месте где-то, понимаете? Тогда уже извини меня, думай потом, доросла ты, не доросла. Так же и роспись тоже. Надо расписываться из чувства долга идти мужчине. Потому что мужчине же нравится наслаждаться женским телом, а надо за это платить. А если не будешь, значит тебя накажет Бог потом в жизни. Но самое удивительное заключается в том, что некоторые женщины так же не хотят идти расписываться. Вот это меня вообще удивляет, потому что мужчине найти себе женщину вообще не проблема. Вот если ты мужчина, если ты развился как личность, то найти себе девушку вообще не проблема, никакая не проблема. А для женщины выйти замуж проблема всегда. Хоть она красивая, хоть развитая, хоть некрасивая, хоть и так далее, ей всегда проблема выйти замуж. Потому что для женщины быть замужем — это большая удача. А мужчине жить семейной жизнью — это аскеза. Потому что на него виснет всё больше игрушек. Он сначала берёт просто такую хрупенькую, тоненькую, такую маленькую, симпатичную игрушечку себе. И он не знает, что с этой игрушечкой уже куча народа связана очень глубокими отношениями, что у неё есть мама, папа, и даже собачку её придётся с собой брать в квартиру, иначе она умрёт от горя. Но это ещё не самое страшное. Он не знает, что из неё скоро полезут много игрушечек, которые будут визжать, пищать и требовать от тебя денег, работы, внимания и всего прочего. Таким образом, женщина — это объект, с одной стороны, любви, а с другой стороны, аскеза для мужчины. И поэтому мужчина как хочет. Он хочет понаслаждаться ей, понаслаждаться, и потом к обеду не жди твой пёсик. Помните Стаббендер? Вот это классика жанра. Но это только глупые женщины позволяют такие вещи с собой делать. Но если женщина согласна жить без росписи с мужчиной, сама не хочет расписываться, это признак особой глупости. Потому что как раз время не на тебя работает, а на него. Мужчина с возрастом становится мудрее, ответственнее, и поэтому на него больше смотрят девушек. А девушки со временем стареют, теряют силу, возможность быть с кем-то вместе. Понимаете? Таким образом, женщина теряет возможность жить в семье, а мужчина её копит. Так зачем его отпускать? Если получила, дала тебе судьба человека. Вот и живи с ним, распишись, заставь его своей любовью расписаться. Если тебе дана любовь и красота, то сделай так, чтобы он пошёл в ЗАГС. Ну, есть ещё пару моментов для женщин таких неприятных, которые я хотел бы сказать. Мотайте на ус, которого нет, да? На женский ус мотайте. Слушайте меня внимательно. Это очень важно знать. Я по-доброму говорю. Не то, что я против женской природы, по-доброму говорю вам. Смотрите. У женщины все недостатки спрятаны внутри, даже от неё самой. Она не может узнать всю правду о себе. Потому что так устроен этот мир, что женщина должна быть красивой, и она должна быть лучше мужчины всегда. Иначе как он на неё будет смотреть? Поэтому женщина даже сама не толком не понимает своих недостатков. Она смотрит на себя в зеркало и думает, «Господи, какая хорошенькая! И какому дураку достанусь!» Понимаете? То есть таким образом женщины, на 90% женщины переоценивают свои возможности в выборе человека. Они считают, что им достоин кто-то прямо гораздо лучше, чем тот, который должен достаться им на самом деле. На 90% женщины переоценивают свои возможности. И когда они видят, какой человек за ними ухаживает, и вот судьба так складывается, что за него надо выходить замуж, они в очень сильных сомнениях из-за этого. Они думают, «Ну я-то думала, что мне вот такой вот, а получается вот такой вот». Понимаете? И она очень сильно сомневается вообще, надо ли за него замуж выходить. И эти сомнения идут от иллюзии вот этой вот. Она думает о себе гораздо лучше, чем есть на самом деле. Понимаете? Это очень большая проблема. Такие девушки, которые вот сильно зациклены на том, что они такие крутые, они могут вообще остаться без мужа. Просто в одиночество уйти и всё. Это большая проблема. Пожалуйста, вот если видите, что вот хороший человек ухаживает, хочет взять замуж. Хороший человек. И в принципе он вам нравится. Но кажется, что могло бы быть получше. Вот это кажется, надо перечеркнуть в своём сознании. Услышали меня или нет? Надо просто за него выходить замуж. Если сомневаетесь, значит подойдите к старшим, они вам скажут нужное слово. Женщины склонны слушать старших по своей природе. И верить старшему не так же склонны. Что, если мужчины? Виртуальный. Ничего. Виртуальный. Не пунктуальный? Виртуальный. 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 В смысле? Виртуальный. Вы готовы слушать виртуального лектора? Сейчас включим плеер, я уйду и будет лекция по плееру. Нормально? Вы согласны, нет? Вы скажете, ну мы тогда тоже по плеерам будем слушать. Плееры включаемся и уйдём. Что значит мужчина виртуальный? Вы с ним общаетесь через интернет что ли? А? Ну это не это общение, как мыльный пузырь. Люди через интернет из себя знаете, строят всё. Они из себя такое что-то делают. Вот у нас есть фестиваль Благость, там люди приезжают, это рекламная пауза, люди приезжают, чтобы отдохнуть две недели в Анапе, а также многие желают приехать, чтобы познакомиться с благостными людьми. Потому что там две недели идёт тесное общение, кто-то знакомится, потом создают семьи и так далее. И часто бывает, что они познакомились в интернет и договорились приехать на фестиваль Благость вместе. Но потом оказывается, что они знакомятся друг с другом не хотят. Они как только поговорили пять минут, увидели друг друга, вся иллюзия, весь мыльный пузырь сразу лопнул. Виртуальные, понимаете, проблемы заключаются в том, что с тебя человек через интернет вольно или невольно из себя делает ту конфетку, которую он сам себя видит. А он всегда видит себя гораздо лучше, чем есть на самом деле. и он пытается эту конфетку внушить человеку. И получается всегда раздрайв. Понимаете, поэтому если вы познакомились по интернету, хорошо, нет проблем, вам надо в ближайшее время договориться встретиться и пообщаться вживую. Потому что часто между дочерьми и мамами идет очень тяжелая карма. И также следует знать, что матери всегда, если вы говорите, что к вам кто-то не прислушивается, есть только одна причина, это давление. Давление означает желание наслаждаться так человеком, как вы хотите, чтобы он жил. Пора заканчивать. Сколько? А? 15 минут осталось. Поймите такую вещь, что вот в этом заключается иллюзия восприятия человека. Когда родители видят своего ребенка, они думают, что он должен быть вот таким. У них есть стопроцентная как бы уверенность в этом. И когда ребенок начинает как-то по-другому себя вести, то люди сразу взрываются. Это называется привязанность или желание получить из ребенка то, что хочется. А он все равно такой, какой он есть, понимаете? И почему дочь не слушается маму? Потому что мама, она насилует его, ее своим пониманием вещей. надо ее принять такой, какая она есть сначала. Потом по-доброму начать себя вести с ней, чтобы она перестала бояться, чтобы она почувствовала, что ты ее понимаешь. И только после этого она будет прислушиваться, но это не значит, что она всегда будет делать так, как ты хочешь. Потому что иногда у ней будет понимание внутри, иногда не будет, иногда будет хватать сил, иногда не будет. Услышали меня ответ? Кто спрашивал, поднимите руки. Как дочь зовут? А? Она очень ранимая, а вы очень категоричная такая. Вот вы ее замучили. Ну ладно, мои хорошие, давайте перейдем к следующей части. Не забудьте, что в конце я вам буду дарить цветочки, но я в этот раз бы хотел по-другому, чтобы вы все стояли на ступеньках и не залазили на сцену. Иначе вы меня сметаете, друг друга начинается давка, и как бы вам надо подходить на ступенечках стоять, я буду давать, и кто цветочек получил, не надо оставаться стоять, а надо давать возможность другим тоже получить цветочек. Кроме того, сегодня по ведической культуре традиции я буду раздавать сладости еще, с любовью сделанные, так как они не делались для раздачи, поэтому они не в салафановых пакетиках. Но если вы не брезгуете из моих рук получить сладость, тогда можете взять. А кто брезгует, тогда можно не брать. Я не обижусь. Сейчас послушайте меня внимательно. Самая кульминация жизни человека заключается в том, чтобы найти способ получить силу свыше. Я вам предлагаю метод, который с древних времен использовался людьми для победы над своими трудностями судьбы. Этот метод означает слушать голос людей, которые молятся. Понимаете, слушать этот голос и в их настроении вместе с ними двигаться в сторону молитвы. То есть повторять, допустим, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. В это время голос возвышенных людей сначала входит в сознание, потом начинает вдохновлять. И во время этого вдохновения ты начинаешь уже с большой силой внутренней повторять «Я желаю всем счастья». А потом эта сила начинает хватать, чтобы побеждать твою судьбу. И у тебя в это время вспоминаются какие-то события сзади в твоей памяти. Ты всегда струнешься в сердце. А в памяти появляется какое-то событие и постепенно оно тает. его значимость. Если ты обижена на мужа, обида проходит. Если ребенок тебя не слушается, то ты начинаешь чувствовать, что все будет хорошо. Ребенок будет слушаться со временем. Понимаете, о чем я говорю? Что для того, чтобы переварить свою судьбу, нам просто не хватает силы любви. И эта сила любви должна прийти откуда-то. человека человек не может из себя выдавить больше, чем у него есть. Если вы могли сами помочь своей дочери, бы уже помогли. Вам нужна дополнительная энергия. И эта энергия создается в результате молитвы. Нужно слушать чей-то голос, чтобы взять силу, чтобы стать проводником, чтобы через себя пропускать эту энергию молитвы. И отдавать. Потому что если ты не отдаешь, то просто лампочка перегорает. Она должна пропускать через себя желаю всем счастья. Счастья желаю. Понимаете, не просто я как бы для себя молюсь, а я желаю всем счастья. А если вы читаете молитву дома, тогда кланяйтесь алтарю. Можно брать у святости и отдавать ей же. Допустим, вы слушаете голос возвышенных людей, и в этом настроении вы кланяетесь вашей святыне. Допустим, это может быть священное писание, или может быть имя Бога, Аллах, допустим, икона, если вы, допустим, христианин и так далее. Может быть, святая земля, она будет давать, вы ей кланитесь и отдаете свою любовь. При этом вы готовы дарить счастье другим людям. Да, человек так настроен, он, несомненно, получает силы для победы над своей судьбой. Но большинство людей не хотят об этом думать. Они хотят немедленно решить вопрос. Как, допустим, нищий стоит в метро, молодой парень протягивает, говорит, дайте мне, пожалуйста, на жизнь. Я говорю, может, тебе пойти работать? Он мне сейчас кушать хочется, дайте мне на жизнь. Я говорю, может, тебе работать, пойти, подумать об этом, у тебя тогда будет хватать на жизнь. Я могу помочь тебе найти работу? Нет, я хочу кушать, дайте мне кушать. Так и люди в основном, они не хотят думать о молитве. Они просто хотят быстрее решить свою проблему, и все. Их жизнь поэтому кромешный ад. Услышали меня или нет? Молитва это обращение к Богу. Вот какое у вас есть обращение, такое и будет молитвой. вам надо найти святыню какую-то, найти себе, если у вас нет веры, хотя бы просто найдите какой-то вариант. Можете просто обращаться из сердца к Богу и читать молитву своими словами, если у вас нет никакой духовной культуры, в которой вы находитесь. И это будет молитва, побеждающая судьбу, несомненно. Я понимаю, что вас не убедили мои слова, но если бы вы немножко поработали в этом направлении, вы бы увидели много интересных вещей, которые я вам мог часа три рассказывать сейчас. У меня просто на это нет времени. Могу рассказать один случай. Я тогда совсем молод еще был, мне было двадцать с лишним лет, когда я начал молитву повторять. Была такая ситуация, что мои родители ехали к родственникам на машине. Я почувствовал во время молитвы в сердце, что они должны все втроем разбиться. И в это время я очень сильно сосредоточился на слушать голос святого человека, повторять как он, и почувствовал, что все будет хорошо. И только потом я как бы перестал об этом думать. А потом, когда они приехали, мне рассказали, что в это время им навстречу вышел КамАЗ. И они пошли в кувет, и он в кувет. Понимаете? И еле-еле они потом на обочине вылетели туда, там был обрыв, они пролетели, встали на все четыре колеса и поехали. Потом выехали, у них ни одной царапины, машина целая. И таких случаев в моих жизни десятки, понимаете? Вот именно таких ключевых, когда спасается судьба человека или твоя собственная судьба. Если бы вы хотя бы чуть-чуть этим занимались, вы бы сейчас по-другому слушали то, о чем я говорю. .